За спинами у нас навигатор 400R. Ну и гонять ее сегодня будем под тремя разными лодочными моторами с разной загрузкой. Скоро сейчас померяем. Ха, поехали! Я же забыл это Сузуки. Бывает. Три человека. Мы выйти на Глис втроем не смогли. Повесили тридцатку двухтактную мерка. Полный бак. Привет, друзья! Олег Дунаев, компания Forza Marine. Илья Владимирович, прокатитель Чекуров. Всем привет! За спинами у нас навигатор 400R. Но без приставки Pro. И вот сегодня мы будем как раз разбираться с этой новой лодкой. Чем ее отличие обычной серии от серии Pro. Ну и гонять ее сегодня будем под тремя разными лодочными моторами с разной загрузкой. Первый мотор у нас Сузука 9.9. Второй мотор четырехтактный Сузука 9.9. Нераздушный, ничего, это старая карбюраторная версия. Второй мотор будет 15 сильный. И третий мотор, я надеюсь, успеем, 30-й Меркули. Ну, предоставляю тебе слово. Давай, рассказывай, делись. Всем привет еще раз. Значит, нами было принято решение выпустить вторую версию уже достаточно известного РИБа. Навигатор 400R Pro. Значит, что мы, собственно говоря, сделали? Мы решили облегчить конструкцию. Но облегчить ее не за счет силовых элементов и прочего. Мы убрали часть закладных. Потому что далеко не всем людям нужны закладные в том объеме и количестве, которые мы, собственно говоря, установили на версию Pro. Я сейчас прервусь. На самом деле, вот здесь, справа, сверху мы разместим видео на модель серии Pro, как раз 400, где мы гоняли. Смотрели. И вот это сейчас будем рассказывать про это. Отличия достаточно серьезные. Значит, в первую очередь, что мы сделали? Мы убрали часть закладных. То есть, мы убрали закладные. Фанеры, так называемые? Да, фанеры. Фанерные закладные. Да, это 10-миллиметровая фанера в основном. То есть, мы убрали, соответственно, из вниз вертикальные, горизонтальные. Мы убрали из крышки. Мы убрали из крышка. То есть, снова пространство. То есть, пространство между корпусом и клеенным бундуком. Это дало нам сразу разницу в 36 килограмм. Затем мы слегка изменили внешний вид. То есть, вместо привала 140 миллиметров, мы использовали привал 90 миллиметров. Что тоже привело к снижению веса. Кроме того, кильгард мы оставили тот же 90, но при вклейке баллона к корпусу, при приклейке, да, либо наоборот, вклейке корпуса к баллон, да, мы использовали просто ленты ПВХ. То есть, ну, это стандартный способ. Мы убрали 120-й привал, что тоже составляет вес. Итого 36 килограмм минус. И вот сейчас мы можем это попробовать. Собственно говоря, ткань используется все то же самое. То есть, внешний вид практически будет совпадать. Слушай, а на палубе панера та же осталась? На палубе, да. Десятая закладная. Все, все межпалубное пространство, включая водоотливную нишу. Все. То есть, транец тот же самый. Все, все, все. Транец. Ничего не изменилось. То есть, мы убрали фанеру, назовем так просто лишнюю. Та, которую не будут не все использовать. То есть, кто-то к нитам ничего крепить не будет. Хотя, ту же фиш-палубу можно установить и без фанерной закладной, что доказал 450-й двигатель. И 460-й, спокойно. Вот, мы убрали фанеру из крышки. И закладной крышки тоже нет. Но она достаточно надежная. Ну, на самом деле, все это сделано не только вашими размышлениями, а еще и просьбами людей, я так понимаю, да? Да, конечно. Потому что... То есть, много людей обращается, чтобы использовать с более слабыми моторами. Раз, и чтобы... Не все гоняются консолями. И, естественно, стоимость будет несколько ниже. По поводу стоимости, кстати, хотел задать вопрос. Расскажи, пожалуйста, есть ли какие-то понимания вообще в ценах пока? Да, конечно, да. То есть, если RIP Pro сейчас стоит 155 тысяч рублей, то это сразу стоит 145 тысяч. Вот это на сегодняшний день. Личные 10 тысяч рублей, там стоимость работы... Да, личные 10 тысяч рублей, да, стоимость работы, фанеры, собственно говоря, смол, клея, материалы всевозможные и так далее. Мы убрали. То есть, человек получает дополнительную выгоду 10 тысяч плюс вес. Самый главный вес, я думаю. Да, самый главный вес. Сейчас проверим. В общем-то, не будем долго мучиться, да, и поехали, наверное. Отправимся в камеры, запишем всю эту розетку. Давайте попробуем, да. Смотри. Поехали. Поехали. Один человек. Скоро сейчас померяем. Поехали. Я же забыл, это Сузуки. Погнали. Поехали. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует... Андрюха, давай к нам. Тридцать четыре куда, тридцать и обратно. А ну, сильно не садись. Так, короче, втроем мы с такой загрузкой у нас получилось примерно 300... 330, где-то 320 килограмм, наверное, получилось в три человека. Мы выйти в Наглис втроем не смогли. Ну, там километров 16 в час, и все. Все, вот так. Поближе к микрофону. Повесили тридцатку двухтактную мерка. Полный бак. Ну, сейчас, в общем-то, будем тестировать. На таких комплектах надо очень аккуратно быть на таких мощных моторах. Поговаривает, пока что будет предположительно 60. Ну, сейчас проверим. Попробуем. Выносно не догонит. Шаг тринадцатый. Девять и девять на тринадцать. Там чувствуется рёд. Девять и девять на тринадцать. Девять и девять на тринадцать. Девять и девять на тринадцать. Вообще пушка просто. Вот кто хочет погонять, как раз такой вариант. 58-59 на легке. Хороший щерк. Там эмоций масса. КОНЕЦ. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Давайте одного кого-нибудь Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот, как раз можно было палец ставить Еще чуть-чуть даже было бы хорошо Слушайте, ну классный продукт получился на самом деле Полегче, да, и наверное есть возможности уже Протестировали все под тремя моторами Вот И в общем-то получили достойный результат, мне кажется В одного, конечно, тушка То есть, 59-60 км в час В одного это прям опасный снаряд Особенно на Рубеле Поэтому я думаю, что если такие лодки покупать с тридцатками То надо ставить дистанцию И тихо, спокойно кататься Ну да, только ради безопасности Ну за то, что тридцатка, она что даст? Она даст загрузку высокую любую практически Правильно? То есть, с четвером это больше 400 кг Больше Сверху Гораздо больше Да, 400 кг, полный бак И вот на тебе на здоровье чеши Каждый за соточку условно Пассажиры вместимые сколько на лодке? Ой, я точно не помню Три-четыре человека Да, да, да Статистическая информация Убираешь их Ну, четыре чайка это точно Однозначно Но она Если По сути, да Лодка такая четырехметровая Приобретается для двоих По факту Один-два Ну, вдвоем очень комфортно Ну, либо для перехода Вдвоем 40-50, грубо там Пойдешь вдвоем Если отрегулировать Все настроить нормально Опять же, мы не тахометра не подключали Не смотрели обороты Можно поднять его повыше Можно опустить там пониже Три моткинул Здесь сделал Ну, 60 только за пределы Да На четырехметровой лодке Шестьдесят километров в час В одного Это только по прямой Да Ну, не, она стабильно идет Кстати, она очень стабильно идет Я виду по прямой Поворачиваться Я пару там пульбитов сделал То есть попробовал То есть она прям очень стабильно Она теряет мощность Нет, три поворота Ну, не, ну, не Ну, здесь где тут развернуться-то Это же так В дерево можно идти Я потому что там на келеваторе посмотрел Просто келеватором следит Все еще великолепно Прямо стабильно Ну, то есть получается так Что такие лучшие моторы Если хочешь действительно использовать Ну, по полной ее раскрывать То это надо тридцаткой На сути Да Права Права регистрации тридцатка И алга Вот тут уже Двадцатка Это все приемлемо Снаряд уже такой хороший Двадцатка она приемлема Устойчива Ну, лучше тридцатка Тридцатка это вообще урожай Ну, по-моему, мне кажется Тесты завершились уже полностью Все уже напроверяли Под девять и девять Честно Под пятнашкой Более-менее нормальной И под честной тридцаткой Просто повесили Сбросили Ладно, что Слушайте, друзья Если будут какие-то вопросы Пишите под этим видео В комментариях Заходите на наш телеграм-канал Заходите на ютуб Подписывайтесь на канал Опять же Всю информацию Если вдруг какие-то мы будем Данные знать по винтам Или дальнейшим Каким-то настройкам Компоновкам лодки Изменениям этой лодки Да, мы сейчас доработаем Внешний вид Да, абсолютно Выложим Фото Я думаю, что где-нибудь У нас на канале Купатель примет Потребитель На форуме Опять же Форум Про Катисточкуру Плюс Везде будем распространять Эту информацию Интересно Лодка хорошая Новая лодка Как раз Да Ну, на тридцатку Ну, либо те Кто не сильно торопится Опять же Тесты же у нас есть Теста лодка Которая Носовой Носовой электромотор Носовой электромотор Матрагает В носу два аккумулятора Лифер стартер Консоль 410 килограмм 410 килограмм Загрузка суммарная Получается С лодкой Да Лодка плюс Самый 410 килограмм На Меркурий Десятки раздушим В двадцатку Сорок Три километра в час Стабильно Да, да Да, да Соркинги Есть На руси Соркинги Все честно То есть Это как раз Владелец Старой Бело-оранжевой лодки Который мы как-то Тестировали Разрывали Да, он выкладывает Видео Клево Да, и ребята Которые недавно Купили у вас Кстати 400 риф И повесили Успешно Что же вы повесил То тоже Он двадцатку Выдал сразу 43 километра Он легкий Он легкий Слушайте, ну как и в первом видео Говорили То есть Это лодка В принципе Для кастома То есть Уже здесь С учетом того Что эта модель Сделана без Каких-то закладных Да, опять же Без фанеры Вкатанных То в целом Здесь закладные Все равно Если кастом сделать Скажем так Легкий То есть Условно говоря Палуба Пол Пол То есть Установка Консоли И прочее Все пожалуйста Я имел ввиду Чисто Мы Ставили дополнительные Условения для счет Потому что Многие люди Допустим Условно Вкниться Выпили Ильичок И говорят А вот Еще фанеру Туда Еще что-то Я бы хотел Что-то тяжелое Может быть Тарку поставить Сделайте Горизонтальную Закладную И вертикальную Закладную И мы Конечно же Все это Они будут Покупать Про Они будут Покупать Версию Про Конечно Вы довольно Гибко Подошли К вопросу На самом деле Вы довольно Гибко Подошли К вопросу Сделали Для фанатов Таких Доп-оборудований Есть люди Которые Бесконечно Занимаются Лучшайзингом Да Это для них А Собственно Допустим Если бы Покупал Приобретал Я Я бы себе Купил Простую Версию Потому что Мне Достаточно Прикрутить Для меня Достаточно Все остальное Условно На баллон Держатели И я Пошел А есть Люди Которые Бесконечно Занимаются Им Это Нравится Это Кайф Слушай Вот Я На 520 Поставили На нашем 520 Поставили Держатель Для Спиннингов В нем Ставил Флаг Который На скорости 50 Не вырывает Понятное Дело Что мы Сделали Лючок Как ты Говоришь Мы сделали С обратной Небольшие Закладные Подмонтаж Закладные Это важно Все И Ничего Не дает Пластику Разрушиться Потому что Пластик Все равно Мягкий Материал Достаточно Он упругий Но И При определенной Нагрузке Он все равно Лопнет Нагрузка Должна быть Достаточно Мощная Но Это Произойдет Собственно Как и Метал Все Друзья До встречи Увидимся На воде И все Такое Как раз Подходит 300 400 Модель Под 30 Все До встречи